всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие христолюбчики веганы я вас приветствую особенно веганов христиан всех вас крепко обнимаю лобызаю желаю всем всего самого лучшего светлого чистого чтобы все у вас было в этой жизни хорошо ну а я читаю для вас ваши же комментарии кто оставляет и даю свой ответный комментарий на них отвечая на вопрос если на них есть если вы их там задаете даю свои ответы на ваши вопросы сегодня будет у нас три комментария 1 вера бова к ролику книга второзакония 7 глава пишет такой комментарий неправда он любит конечно больше намного своих избранных доказательства вот где-то написано сайду потому что ничтожные из сынов возвысились и еще я одних вас избрал из всех народов вы же детей своих больше любите чем соседских а бог тем более любит своих возлюбленных больше всех отвечаю на вопрос я у меня перхнет своих детей но я кто меня давно знает а кто нет я говорю про себя знаете у меня с детства с юности с отрочества с молодости и сейчас в зрелости есть одна проблема я люблю всех одинаково ну понимаете проблему я беру в кавычках не нет мамы и папы на нет бабушки и дедушки у меня нет своих детей или не своих у меня нету братьев или сестер каких-то не по крови особенных в отличие от тех которые мне братья и сестры по духу я люблю всех людей я считаю каждого человека на земле своим родным смотря на то что кто знает я достаточно твердый когда дело касается истины но это только потому что этот мир лежит во зле а мир состоит из людей творящих это зло и любовь к этим людям сегодня если человек творит зло а ты творишь добро твое добро проявляется в том что ты обличаешь этого человека возле ты призываешь его к добру в этом и состоит любовь в этом мире конечно когда все будет хорошим и просто будем как господь и сказал пребывать как ангелы просто радоваться жизни когда все будут творить добро и у меня нету особо мне каких-то по крови ведь женщины которая пишет она же говорит о крови по этому комментарию по этой женщине могу понять что женщина абсолютно плотина и на какой уровень познания истины она вообще не зашла это ты женщина любишь своих детей больше чем других своих родителей больше чем других я нет кто слышал мои ролики я рассказывая о любви всегда говорил и пытался людям помочь открыть эти открыть глаза на эту истину что когда иисус говорил о любви даже к врагам он не подразумевала того что у тебя внутри в сердце возникает теплое чувство к человеку творящему тебе сейчас зло нет сердечной теплоты то есть любви желание этого человека видеть обнять общаться дружить у тебя не может быть к тому кто бьет я по голове или в челюсть кулаком кто грабит тебя убивает насилует то что угодно с тобой делает причинять тебе любой зло и страдание у тебя не может ничего внутри теплого к этому человеку возникнуть более того если у вас возникало что-то теплое к этому человеку у вас что-то было бы не в порядке с головой любовь к рогамосу сказал вам сказано древним на книга второзаконие а я говорю вам любите врагов ваших что нужно делать испытывать любовь дарите мерседесы или что облизывайте многие простите задницу не благословить да не оскорбляй не уничижай человека благотворить до вра это в чем выражался благотворительность к врагам иисус все свои слова явил в своей жизни много он чего врагам сделал много прежде всего он не сделал зла своим врагам хотя когда иисус говорит эту речь не забывайте еще раз я ее напомню более пространные точно вам сказано двери древним люби ближнего то я сократил да давайте полную речь иисуса вспомним и ненавидь врага своего а я говорю вам любить иисус не сделал зла это уже большое дело я всегда своих проповедях говорю что не творение зла это очень много вы вспомните еще один случай с иисусом когда к нему подходит неважно юноша или мужчина богатый стоимость у сказал он сначала тоже перечислил ветхозаветные заповеди все со словом не не убей не укради не прелюбодей да не делай зла он будет я все это делал от юности моего будет о молодец написано в одном из евангелия что иисус взглянув на него полюбил его человек не творящий зла отсылка к этому комментарию который мы с вами только что прочитали уже любим богом и неважно еврею и не еврей из какого народа сколько ему лет какого он возраста или пола социального класса рабочей профессии любой человек не творящий зла уже возлюблен своим творцом что же он дальше сказал ему а дальше он сказал твори добро пойди продай все что имеешь и не там папам в церковь принеси пастором и кардиналам нет раздай нуждающимся и приходи только тогда и взяв свой крест потому что за всю свою жизнь вот эту святую ты будешь поносим ты будешь обижаем ты будешь уничижаем оскорбляем неси свой крест следую конечно же за мной а это и есть путь за христом не творение зла и творение сколько можно добра вот так вот так тоже возлюблен богом если вы любите кого-то в этой жизни особо вот здесь где иисус гору благословляете благотворите молитва это желание молитесь желаете да а твое желание выражается в словах и в делах рук и да ты должен это делать через силу ну иисус не говорил что тебя будет теплое чувство теплое чувство у нас возникает к тому кто любит нас поэтому в жизни прекрасно не только любить а то очень любит конечно говорит что любовь вообще бытие это когда я все отдаю любовь только дает любовь ты только отдает это я согласен любовь бескорыстно да не ищет своего это все хорошо это от меня все что исходит но счастье блаженство человека личности состоит в двух вещах это гармония хотите инь и янь да это всячески во всем это когда я люблю ну и когда я любим сам не забывайте об этом никогда никогда не стесняйтесь и не чуждайтесь и во первых надо позволять себя любить потому что кого мы будем любить если нам этого не позволяют себя ставьте как господь сказал поступать другими так как хочешь что поступали с тобой но если ты любишь и заметьте как нам неприятно когда нашего любовь отвергают по что-то сделали даже от чистого сердца человека мнение не не надо не на ты что там да вот мы нет не надо нам так неприятно то есть надо позволять себя любить это тоже очень важно слю делаю что-то чистого сердца принимайте это всегда ну как всегда кто знает я тоже не всегда все принимаю тут я Тут нужны конкретные примеры, чтобы просто, да, не запутаться Я надеюсь, без конкретных примеров мы сегодня обойдемся То, что есть тоже люди, знаете, иногда надо остановить человека Он может уже, знаете, есть понятие, как вот материнская там любовь чрезмерная И дружеская, и чья угодно, да И вот у пастыря, у проповедника тоже могут быть люди с особым теплом к нему Я уж не молчу там про адептов, поклонников каких-нибудь рабов секты Ну, даже вот ко мне есть люди, очень тепло относятся Их нелюбовь может быть чрезмерной Я торможу, говорю, дорогая, но я с любовью это делаю Кто меня знает, кто со мной общается Я говорю, слушай, ну это уже лишнее Или мне действительно не надо Ну зачем мне все это? Мне вот это не надо, вот это, вот этого у меня уже навалом Я сестре Оле рассказывал У меня носков теплых, знаете, сколько? Можно продавать Я не знаю, куда их деть Я не знаю, куда их продать Я не знаю, как их раздать, у меня лапа 45-го размера В детдом не отдашь Престарелым старичкам в основном всех такая нога Я не знаю реально, куда их деть И кто будет, кто-то чуждается там, кинь бэушный Хотя они в основном все с эстикетками Мне столько носков теплых прислали, когда я в Пузево жил Думали, что я там замерзаю Я вообще не хожу в теплых носках Ни дома, ни в ботинках, да Ну редко там Ну мне нужна одна пара на год Там сотрется она, хорошо Нет, на второй год еще останется Ну у меня их там уже полшкафа завалили Вот вам живой такой, может быть, наглядный пример, да Вот По поводу по этому любви, когда мы любим Просто очень часто Близкие же нас тоже любят Именно поэтому у нас с близкими людьми У кого-то родители нормальные У кого-то есть ненормальные родители Алкоголики, тунеядцы, наркоманы Кто угодно, да Ну нехорошие люди, действительно причиняющие зло даже своим детям Нормальные родители, которые любят своих детей Дают им много У детей естественное желание Ответное, теплое чувство к своим родителям Это благодарность, да Это ответная любовь за то, что они им делают То же самое с кровным всем родством Братья, сестры и так далее, да И наоборот у родителей, когда им дети что-то делают Особенно у нормальных детей Родителей, которые не живут, чувствуют долго Что мне все все должны, даже мои родители А родители считают, что дети им все должны Нет, которые принимают как раз всю любовь Не как обязательную, а как желательную Что они просто желают любить их И делают это с радостью Даже не отплачивая свои долги Что дети потом там помогают родителям Только потому что они их вырастили Нет, потому что они их вырастили нормальными И они хотят помогать им Как и любому человеку на земле Просто эти люди вот на расстоянии руки Как я все говорил В области моего зрения В сфере моего слуха Потому что Иисус говорил даже любить ближнего И рассказал, что ближний Это вот тот, почему я из этой притчи Иисуса и беру Про доброго самарянина Что это те люди, которые как-то мы по притче Можно вывести вывод Это люди, встречающиеся, что на пути жизни Там же на пути шел некто из Иерусалима Верихон, да, вы помните Был побит И ты, и другие шли мимо Это люди на пути Нуждающиеся люди на пути нашей жизни Опять же, чему Иисус учил Он разве первому встречному Мерседес купил? Нет, это был нуждающийся человек На грани смерти И самарянин поднял его полностью на ноги И то, что потом написано Что он его золотом осыпал На президентский трон посадил? Нет Он ему дал Он восстановил его настолько Насколько человек может дальше сам Двигаться по этой жизни Вот что такое любовь Если вы любите Любите Умом Умом Запомните это Кого-то больше, чем кого-то Если вы в жизни Кого-то перед кем-то вешаете Ваши родители Или соседняя бабушка В доме И вы оцениваете человека Не по его поступкам Не по его жизни И сами Относительно них Проявляете поступки Не относительно того Как поступить правильно Не важно, что это ваша мама Не важно, что это ваш ребенок Если он бьет кого-то во дворе Ты подходишь и говоришь, что ты делаешь Сынок Ты мне не сынок Если ты будешь так делать Мой сынок никого бить не будет Если ты хочешь быть моим сынком Ты не должен никого обижать Ты у кого этого научился? Ты видел, что папа так делал? Мама так делал? Нет Вот так вот И поэтому, если вы будете Между своим ребеночком И не своим Своего отмазывать Даже если он будет Самые гадости творить Его оправдывать А может еще и того обвинять Вы ничего не познали в жизни Ничего Причем это можно скостить Знаете, там общины были раньше Маленькие Там в деревнях Все друг друга знают Какое-нибудь вообще племя Там в Папуаново в Вене Которые еще остались А вот им, знаете, высота Когда ты уже не живешь Потому что там еще Вы дружите с этим Это же общины Там все как дети общие И так далее А тут уже, ну что тут Тут у нас дом Как одна деревня Тысячи квартир Тысячи людей Сейчас в современных Мегаполисах Да и даже Как это говорят Миллионниках Городах Уже в одном доме Как деревне Ты никого не знаешь Вот именно Мы призваны К тому Богом Понять, что мы все Творения Его Все абсолютно Но это не говорит Что ты к злодею Целуешь Ему ноги В этом мире Мы друг друга Учим любви И цель каждого человека Познать самому Этому истину И другому Другого его научить Так посылал Иисус Своих учеников Сотворите и научите Идите по всему миру Да Сотворите сначала Сами все заповеди Мои И научите их другим Ну естественно Учите тому хотя бы Если вы еще не все сотворили Что уже сотворили До чего достиг В том пребывай Тому и учи Да Так Павел тоже говорил Своему некоему ученику Вот так вот Поэтому вот эта вот женщина Конечно же Она ничего не поняла И поэтому евреи А уж кто знает И со мной прочитал В каждом ролике На канале проповеди Особенно что Комментарии по писанию Я отсылаю На свой другой канал Христолюб Библии и Иные Писания Найдите в интернете Там полностью у меня К сегодняшнему дню Записан Записана Библия То есть корпус собраний Ветхого и Нового Завета По жизни евреев Если бы это были мои дети Вы знаете Я бы такой палкой их листал бы Воспитывая Что Бог и делал Правильно Кого бьет Того ли дай бедность любит Любит конечно Поэтому воспитывал Тоже Но избрана Они не поэтому И вот эта женщина Она просто никогда Наверное Евангелие не читала Иисус сказал Нездоровые имеют нужду Во враче А больные Я всем всегда говорил Что Когда Господь Вошел Нежно Плавно И ласково С любовью В мою жизнь Десять лет тому назад Больше десяти лет тому назад Я всем говорил Что значит Я действительно грешник И я это признал Когда Господь вошел В мою жизнь Вот и все И я нуждался в нем Я нуждался во Христе Я нуждался в истине Я нуждался в любви Остальные Может не нуждаются Я нуждался Я признаю это Я признаю Что я пришел Господь в мою жизнь Не потому что я был хорошим А потому что я был плохим И вот Господь Меня изменил Вот это вот С этого признания с этого покаяния начинается святой путь жизни человеческой ну ли путь жизни человеческой к святости но не сразу прям святой конечно вот но хотя бы он откровенный когда человек признает ну она начинается именно с того когда человек признает себя недостойным конечно же нет того какое хорошее а действительно принятие того какой плохой но это начинается сбился немножко папа зашел с того как раз когда кто реально встречается с богом у меня была реальная встреча кто знает мою жизнь делал отсылку на другом их канал христолюб веган самый первый основной где я свидетельствовал своей жизни о своем пути до покаяния после покаяния до сих пор свидетельствуем на разных моментах своей жизни и конечно же когда господь тебе открывается светом и любовью все чистотой какой он есть на самом деле то любовью какой он есть кто попадает в это конечно бог всячески во всем и сейчас и вот и между нами и воздухе в каждой молекуле и атоме когда он те открывается как личность вот это да вот хотя бог необъятен но вот он сжимается до такого то скажем до личности и и физически кстати и невидимы видимо как бы ты его ощущаешь вот как как любого человека кто переживал тот меня поймет и ты просто в этом свете в этой любви в этом ином бытие в этих объятиях творца ты понимаешь ты ты все видишь какое-то дерьмо это все что действительно когда-то весь в дерьме вошел просто в чистую пахучую комнату представьте себя грязным оборванным облеванным вот вы так себя плохо вели какой-нибудь алкоголик наркоман весь обоссанный неделями нигде не ночевавший зашел куда-нибудь да на свадьбу на какую-нибудь и все чистые ну как господь и рассказывал про брячный пирс вот и все поэтому кто встречался конечно с богом тот меня поймет и ты понимаешь что ты не праведник да и не потому что бог тебя особо любит он любит всех одинаково ну твое просто время конечно пришло бог знает времена всех и входит жизнь каждого человека тогда когда это нужно вот так вот поэтому бог евреев не любит особо он любит всех одинаково он их не ненавидит он всех одинаково любит и входит в жизни людей разному но всегда в тот момент когда это нужно и бог приходит не к тем кто не праведником а грешником нуждающимся в покаянии и евреи по их жизни кто читал целиком этот комментарий уже был к книге второзакония прочитайте жизнь еврейского народа от ее начала желательно от книги бытие еще с авраама ну или хотя бы с исхода с появления на исторической сцене такого человека как моисей хотя бы с исхода потому что книга второзакония является четвертой так скажем по списку книг моисея я бытие очень называют эти книжные миссии миссии какое отношение бытие к моисея относится еще до сих пор понять не могу она никакого отношения к этому человеку не имеет вот поэтому про моисея четвертой книг второзакония ну по списку на 5 второзакония вот женщина написала комментарий к этой книге ну а богоизбранности любви к такому народу вряд ли может я имею до любви теплый но что что они вытворяли у бога как у человека потому что мы его образ и подобие бог есть человек а человека есть бог быть никакой не могло то что они вытворяли достойно просто сурового отеческого ремня еще один комментарий александр кибанов кролику пророк михей анонс данной книги еврейский народ до сих пор делится на сефардов и аж кеназов одни стремятся господствовать над миром через финансы другие устраивая революции для господства над миром а друг друга они ненавидят и периодически уничтожают представляя это как геноцид против евреев слушайте но вот от таких комментариев мне плохо становится человек поделил евреев на плохих и плохих нет на плохих плохих и плохих на трех плохих у него вообще нет хороших евреев вы знаете это то есть человека действительно делал даже не в осуждении пусть это он рассуждает да но он не ежели он не видит в своем рассуждении пагубную логику мысль для собственной жизни он поделил целый народ ведь все эти наши деления абсолютно человеческие мы все помеси мы все там все эти названия русские не русские тоже бред и вот он поделил еврейский народ на три группы плохие 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 одни просто пытаются господству пристили за счет финансов другие за счет революции за счет силы до чисто физической руки рук и ног убивая перерезая глотки ну а третий просто ненавидит друг друга готова сожрать даже ближнего такие группы есть есть они только у евреев нет у русских таких нет и есть а кто господствует русскими не русскими тоже русский господствует а у американцев нет такого африканцев японцев у всех есть слушайте но помимо этих групп есть другие есть конечно есть кому всем все до лампочки есть такие есть такие есть такие которые что ну любит ближнего есть такие не только же есть который ненавидит друг друга но есть который любит ближнего ближнего продать понять иисуса действительно свою кровинушку маму папу братьев сестер ну народ на народ может распространиться даже такая любовь на патриотизм и называют правда из-за этой любви я почему-то готов перерезать глотки другим народом да то есть любовь такая очень ограничена ну а вы думаете в еврействе нету людей и в других других и в разных других народах которые любят чуть побольше которые любят любовью божественной истинной всеобъемлющий не разделяющие людей на народы и нации если и разделяющие то только в таком же понимании как мы отделяем красный цвет от синего просто разные цвета они все прекрасны и народность дает лишь разнообразие красоту этому миру вот и все это что мы даже их назвали то есть дали имена этим народности это не хорошо не плохо это даже не красота это просто истины просто есть вот дерево это же все деревья есть березы если по из кедр есть дуб есть осина ну есть китаец русский ну что но есть дима вася петину что как так можно вот что вот с такими комментариями вот что с таким человеком с таким человеком беда просто и таких людей конечно полным полно на земле разве может состоять царство небесное из людей так мыслящих не царство небесное состоит из людей которые любят все и и вся и всех и всячески во всем бога присутствующим единственное всегда даю оговорку мы видели как бог явившись на землю поступал и что он говорил в лице иисуса кем он и является богом явившимся во плоти мы видим что любовь в мире лежащем возле грешником проявляется по-разному дела любви они разные мы должны говорить людям правду она их жжет она им неприятно но это дело любви обличение в грехах учению жизни до вот чтение таких комментариев чтобы у человека мозги встали на место чтобы того кто слушает такого как я встали нами к читающий этот комментарий встали мозги на место тоже царство небесное это вот не царство таких людей это не царство такого мировоззрения вот так вот следующий комментарий стас дамаскин ну это у нас меня разные видите скриншоты я могу с youtube и могу социальных сетей откуда-то делать еще один вопрос иисус вроде пришел к иудеи он же сказал в ответ я послан только к погибшим овцам дома израилева какое нам дело до иудейский дел или я не прав во-первых поправка первое иисус пришел дни к иудеям не зря сам иисус гриб я пришел к погибшим овцам дома израиля израиля это так называемый первый патриарх это сын исаака аврам исаак иаков кто помнит и вот эта яков при борьбе с богом назван израилем борцом с богом запомнить что такое израиль израиль это борющийся с богом поэтому пришел погибшим овцам дома израиля если ты хочешь узнать, Стас, что такое иудей, почему иудея, почему Израиль, то тебе надо на моем канале, Христалю Библию и Иные Писания, посмотреть, прочитать вместе со мной, посмотреть мои ролики, чтение всей Библии целиком. Ты поймешь, когда какие-то разделения, почему они разделились на Израиля, они же разделились на израильско-иудейское государство, тогда ты поймешь, что такое иудея, что такое Израиль, что такое Самария, какие там были сначала самаряне, кто они были, какими они стали, там надо тебе прочитать Библию. Поэтому прежде всего, во-первых, надо сказать, что Иисус пришел, конечно, не к иудеям, а к Израилю, ко всем евреям, разделенным на израильское и иудейское государство, со временем, в принципе, обратно объединившиеся, так скажем. В общем, там все сложно, как у нас у всех, да, во всех этих мире. А по поводу того, какого отношения это имеет к нам, это не суть к кому, кто пришел. Вот ты мне написал. Я прямо на живом примере, надеюсь, на тебя тоже это все будет донесено мною, я постараюсь, по крайней мере. Вот ты мне написал. Какое отношение твой комментарий имеет ко всем остальным. Причем это сообщение, я специально показал, я не просто так сделал на этом акцент. Тут, конечно, не видно, но вы заметили, что с YouTube обычно одно, у меня такой длинной формы, потому что так делается скриншот. А в социальной сети, в хроме, сами понимаете, в браузере они, там такое окно всплывает, оно чуть другое. Здесь, конечно, не видно, что это с ОК с одноклассников. Ну, это я вам сам уже говорю, да? Вот. Ты же мне написал, и это в личном сообщении, это даже не какой-то, то есть, там, комментарий под каким-то видео, просто под репостом на одноклассниках или ВКонтакте. Нет, Стас мне написал в личном сообщении, задал мне несколько вопросов, буквально недавно постучался, и еще не раз вы увидите его комментарии, он мне задал там перечень вопросов, да? Вот я ему сказал, что я буду в роликах их тоже отвечать, добавлять в твои скриншоты, отвечу тебе не просто лично, а вот всем. И вот живой пример, прямо на этом примере я показываю. По-моему, доходчивее быть просто не может. Какое отношение личный вопрос ко мне имеет ко всем? Ну, я-то его взял за повод к публичной записи видеоролика и записываю. Казалось бы, спросил меня ты, ответ я должен дать лично тебе, а я в твоем комментарии, в твоем вопросе, вернее, потому что это не комментарий, это личный вопрос был мне, показал его всем, то есть, задал его всей аудитории, и за всю эту аудиторию, так скажем, ну, я отвечаю, понятно, у каждого может быть свой ответ, да? Вот. И каждый сам себе дает его, слушая меня, и желая тебе его дать. Но я, конечно, даю тебе свой. Почему я это делаю публично? Чтобы другим был пример. Поэтому то, что Иисус пришел к определенному народу, потом он послал куда своих учеников? Идите до краев земли. Это абсолютно не имеет значения. Я пришел к одному человеку, и на его примере дал образец, как надо поступать, там, говорить. Здесь то же самое. Иисус, чистый по плоти, так скажем, не имел цели обойти весь мир. Его цель была, как он сказал, заквасить этот мир, создать вирус христианства, любви и истины, который должен был распространяться дальше. Вот была его цель. Вот и все. Вся эта история это лишь пример. Мы на примере кого-то, вот одного народа, ну, это к теме первого комментария, что там Израиль был богоизбранным народом. Вот мы просто на примере богоизбранности Израиля увидели, что ничего не поменялось. Они как были негодяями в отношении с Богом, так оставались до последнего дня, даже до явления Бога Иисуса Христа. И более того, при явлении Бога на землю они явили, кто они есть на самом деле. Если у Адама ручки были коротки, дотянуться до Бога и надавать отцу по шапке, то у иудеев, когда Бог явился явно на землю и обличал не с небес или не голосом в сердце Адама с Евой, да, а явно пришел в смертной плоти, они показали, что они готовы уничтожить и Бога, лишь бы оставаться во зле и пребывать во зле. Вот и все. И мы каждый можем встать на ту или другую сторону, пойти за Христом или распинать его, плевать его или быть равнодушным к нему. Или говорить, отойди, отойди от нас, нам и без тебя хорошо, что ты наших свиней, да, с нашими свиньями что-то случилось из-за тебя. Был один бесноватый, теперь живой, но бесы погубили целое стадо. Ну что, и мы вот на этом примере оставимся свободными выбрать между тем или тем, между добром и злом, светом и тьмой и определиться, где мы хотим быть. Вот и все. Поэтому, к кому Иисус пришел, это абсолютно не важно. Хорошо, уберите все нации, мы сегодня, видите, как удачно обо всем так поговорили. Уберите нации. Пришел бы Иисус к кому? Ну, к тебе лично пришел или ко мне? Ты бы сказал, какое это отношение? Ну, это тебе Бог открылся любовью. Ну, и люби всех. А я буду дальше продолжать убивать животных, грабить, насиловать людей. Это же к тебе пришел. Бог пришел ко мне и я свечу всем точно так же, как Бог засветил мне. Поэтому, такой вопрос сам по себе, он, тут, он, не знаю, как сказать, неуместен, неуместен. Надо радоваться, что Бог пришел. Не важно, к кому, к аудеям, ко мне, к тебе. Зачем Бог, ты мне скажешь, Бог явил, ну, я еще раз повторюсь, хорошо, Бог явился мне 10 лет назад. Какое это отношение имеет к вам всем? Какое? А я говорю, что имеет. Я говорю, люди, Бог есть любовь, он мне открылся, я хочу поделиться этим счастьем. Какое отношение к тебе имеет счастье? Самое непосредственное, мы все хотим быть счастливыми, все хотим быть радостными, довольными, благостными. Ну, это и есть, по сути, счастье, греческое слово, да? Какое отношение к тебе имеет счастье? Ответь сам себе на вопрос. Я считаю, что самое непосредственное. И мы этим счастьем все делимся. Вот и все. Вот такой вот мой простой, мне как кажется, ответ на твой вопрос. На этом все. Всем желаю всего самого доброго и светлого, чтобы все у вас было хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok